Один человек погиб, еще около 30 пострадали в Москве и области в результате разгула стихии. Сначала были беззвучные молнии, потом прогремел гром, а то, что было затем, заставило москвичей вспомнить лето 98-го, когда на столицу тоже обрушился ураган. С тех пор и до этой ночи такого ливня и такого ветра не было. Вчера в нашем выпуске мы успели рассказать о разгуле стихии в Минске. И вот спустя считанные часы вихрь из Минска добрался до нас. Повалены деревья, повреждены автомобили, по городу летали ветки, плавали дорожные ограждения и бегали, спасаясь от ветра и ливня, промокшие насквозь люди. Наш корреспондент Константин Панюшкин собрал лучшие кадры и увидел, как ликвидируют последствия удара стихии. Ночью уснуть не давали раскаты грома. Утром разбудил рев бензопил. Больше тысячи деревьев рухнули только внутрь МКАД. Дворники с рассвета носятся от давалок завалу, но распилить все им не под силу. Пожарно-спасательная служба МЧС России слушает. Здесь, на северо-востоке Москвы, гигантский тополь едва не пробил дыру в стене квартиры Натальи Увариной. Был такой треск, вот когда вот эти огромные деревья, им 60 лет, никто не пилил ни разу, они начали падать. Было очень страшно. И вот этот момент, когда к вам в окно буквально? Да, это я вообще выбежала из комнаты. Женщина уже была под одеялом, когда в спальне раздался оглушительный грохот. И вот когда-то бабахнула, было, конечно, вообще, я думала, все, балкон упадет. Она говорит, вчера вечером с балкона не было видно даже детской площадки. Вот она, Красной площади. Накануне, за какие-то секунды, стена воды скрыла из виду стены Кремля. За час до полуночи буря накрыла весь город. Прохожие пытались спрятаться под любым пандусом. Кому повезло больше, забегали в подземные переходы. Ураган закончился уже через час. А последствий для некоторых, может, на неделю, а может и больше. Здесь, к примеру, дерево поломало крышу. Ливень на улице, ливень в квартирах. Стряхнуло здание, естественно. Ребенок выскочил, говорит, мам, там цветок упал. Я пошла, хотела цветок поднять сюда. Взяла зонтик, потому что по-другому пройти нельзя было. Все вот лилось просто отсюда. Первый подсчет ущерба начался, как только перестали бить молнии. Все владельцы машины выбежали, проверяют свою машину. Кто быстро отгонял на свободное место, кто понял, что дело плохо, уже под утро нужно будет что-то делать. На машину Николая дерево рухнуло еще, можно сказать, удачно. Замена лобового стекла надеется уложиться тысяч в 15. А вот семья Александра Котова теперь вовсе осталась без автомобиля. Это не подлежит, да, это утилизация. Такая же поддержанная обойдется минимум в 150 тысяч. Но даже тем, у кого каска, юристы советуют собрать доказательства ущерба от шторма. В первую очередь нужно озаботиться сбором доказательств. Снимать на фото, на мобильный телефон, составлять акты с соседями, со свидетелями и так далее. Потому что как только обломки упавшего дерева будут вывезены, вы уже, не сохранив хотя бы фотоснимки, никому ничего не докажете. Утром под завалами в одной только Москве было не меньше 120 легковушек. Еще накануне в разгар стихии было ясно, что последствия будут ужасающими. Но что значат смятые полувековыми деревьями автомобили в сравнении с человеческими жертвами? В деревне Калюбакина погиб молодой человек. Ураган начался так быстро, что парень просто не успел спрятаться. Молодой человек вместе со своими товарищами проводили время на территории общепризывательной школы. В какой-то момент начался сильный дождь со шквалистым ветром. Перебежав под навес, ребята заметили, что одного из товарищей нет. У тех, кто не нашел укрытия, шансов было немного. Возле клуба, там наверху на улице Попова, молодого человека крутило вот в этой воронке. Потом его куда-то выбросило. И, в общем, у него переломаны ноги и ребра. Если в Москве ураган срывал крыши, то здесь, в поселке, буквально сносил дома. Где вы стоите, накрывала я своим телом сына. Значит, как упала стена, не знаю. Потом уже, когда ночью пришла, я увидала, что камни лежали даже на кровати. Чудом живые хозяева теперь задаются только одним вопросом. Неужели этот ночной кошмар было невозможно предугадать? Не часто повторяется такое событие, особенно в ночное время. Но, во-первых, впечатляющее, во-вторых, действительно представляет опасность. Предсказывать эти события можно только за сутки, за несколько часов. И правда, накануне Роман Вильфунд на брифинге гидрометы не говорил о том, что Москва и область в опасности. Похоже, не то, что за день. Даже когда уже пошел дождь, никто, ни синоптики, ни водитель этой поливальной машины не понимали, чем обернется будничный прогноз. Ветрено, местами гроза. Константин Панюшкин, Христина Иванова, Дарья Рыбакова, Первый канал.